Вместе весело шагать по просторам, по просторам, по просторам. Спеть песню, поломать голову над топографической картой и поработать руками, завязывая мудрёный узел. Всегда думал, что умею вязать узлы. Оказывается, это не так-то уж и просто. Но посмотрим, получается ли это занятие у ребят. Всем этим можно было заняться во время спортивно-туристической игры «Зарница». Положительные эмоции на мероприятии обеспечены. Причём не только детям, но и взрослым, которые могли вспомнить прекрасную пору, свою беззаботную молодость. У нас в школе были определённые турслёты, наверное, если помните, это было в том числе и в летом в основном проходило. Определённые походы всегда радовались, в том числе и я, как школьник, когда в моей школе проходили такие мероприятия. И с удовольствием принимал там участие. Хорошая группа людей здесь собраны. Хорошие мероприятия. На свежем воздухе, во-первых быть. Во-вторых, это очень весело с командой проходить всякие препятствия. Ну и просто нравится. Этапы, проходящие в помещении, конечно, интересны, но не идут ни в какое сравнение с тем действием, что происходило на туристской тропе. Спуск и подъём по склону, преодоление паутинки, определение азимута и ходьба по верёвке. Всё это должен уметь настоящий турист. Силами Центра детского творчества «Гармония», Управление образования и при поддержке МЧС России игра проводится уже в 15-й раз. Соревнования такого вида невозможно проводить без помощи сотрудников МЧС, потому что они учат детей, как выживать в лесу, как правильно себя вести. Ну и вообще очень многому. Ну плюс это мужчины, мужчины всегда помогают. В пользу подобных соревнований играет огромную роль в развитии личности младых людей, потому что у них есть после таких соревнований оценка самосознания, самодостаточности. Каждый, конечно, борется за победу, но её главное условие – дружная команда, участники которой будут во всём доверять друг другу. И тогда результаты не заставят себя ждать. Александр Шишов, Владимир Бижонов, Видное ТВ.